всем привет блендер 2 91 набросал на скорую руку такого персонажа и давайте вставим ему кости и попробуем потом в следующих роликах сделать анимацию лица так вставлять кости будем уже как вставлял макс петрик на канале ссылку на ролик оставлю погнали что-то тут теперь думать как это все дело сделать так единица на паде shift а добавляем опять арматуру single bone ставим как всегда видимость во вьюпорте via port display in front чтобы было видно теперь выбираем косточку и заходим в edit mode выбираем саму кость делаем с и опустим ее немножко пониже помощью mov где-то вот сюда и отсюда теперь будем экстрадировать е кость много костей не надо просто шеи нету так чуть-чуть и подправить мы погнали дальше и английская вытягиваем кость головы смотрим как она тут установилась стройка на нам паде выбираем все косточки чуть-чуть в бок отведем эту кость шею теперь чуть-чуть повыше и чуть-чуть вот так вот отрегулировать следом нужно вытащить косточку это е английская и отцепите альпи clear parent теперь подставляем ее глазу и уменьшаем делаем с там поменьше к единице нам паде вытаскиваем косточку ставим ее на века приблизить модель можно так это первая кость будет у нас вот здесь вот стоять как замыкающая так где-то вот тут так тройка на нам паде и подведем ее глазу смотрим чтобы кость установилась именно вот на эту часть где будет вот это канал вот этот слезный ну а теперь шрифты погнали выставлять все это дело почаще шрифты шрифты где-то можно подтянуть шрифты и опять шрифты это будет уже замыкающая так теперь нижнюю часть тоже также выставляем шрифты и ставим на нижнее века и тут шрифты потом подкорректируем если что так где-то в таком духе наверно вот эту чуть-чуть поближе сюда а вот эту кость поближе на я вот сюда так смотрим как тут косточки установились тут вот теперь тройками нам паде косяк в чем что вот эта кость вот это должна джи быть вот тут эта косточка должна быть тут так как тут как кости установились мы эту тоже подальше сюда засунем так снизу теперь как они выглядят это кость значит джи сюда это кость сюда так есть конечно неудобством не видно нифига так единицы нам поди выберем все вот эти косточки и давайте сделаем с уменьшим так это уже будет гемор так в принципе пускай потом заменится констрейнами и будет нормально следом что нужно сделать копировать так вот эту кость выделить и джи немножко выше и понять вот так вот так эту чуть-чуть косточку джи отвести сюда ну вроде как вроде как а там что выглядит что покажет только на мопаде выбираем какую кость делаем ешь и джи отводим делаем с и делаем ее побольше единицы нам поди подставляем эту косточку значит вот сюда по центру глаза вот так можно я еще немножко уменьшить наверно и подтянуть еще вот сюда поближе к веку ну так как то так тройка на нам поди немножко и мы перекрутим и чуть-чуть поднимем к верху теперь сделаем shift д копируем эту косточку делаем r перекрутку ей вот так и опускаем пониже это будет глаз ну еще раз shift д р делаем перекрутку джи это будет нижнее веко выбираем косточку нижнего века и через shift верхнего делаем так даже не надо привяжем ее голове control пи keep of set тут эти два именно две кости про лучше чтобы они не двигались как сделать control z control z выбираем одну косточку вот эту центральную делаем shift д уводим ее подальше вот так и и вот эти косточки все все три привязываем к ней control пи keep of set а вот это уже кость тогда можно привязать голове control пи control пи keep of set теперь верхний ряд вот этих всех костей привязываем значит к верхней косточки так ну где-то так наверно вот к этой кости к верхней которая будет отвечать за верхнее веко control пи keep of set и нижние привяжем к нижней части все это через shift выделяется напоминаю и левая кнопка мыши щелчок control пи keep of set это к нижней привязываем так что еще значит глаз привяжем центральной от этой косточки потом и что еще можно сделать до нам понадобятся кости вот здесь вот вверху и на бровях ну давайте скопируем какую-нибудь косточку вот эту вот shift d и поднимем вот к этой части так сразу сделаем ей с чтобы она была поменьше так джи приподнимем повыше единица нам поди джи вот сюда так где-то тут должна быть на я теперь shift d устанавливался в д сюда устанавливаем ну и вот так вот по вот этой части внутренние глаза так вроде есть теперь выбираем вот эти три косточки и подальше их уводим выбираем вот эту кость и это же заводим им именно в века персонажа поглубже ну и так же если косточки отстают какие-то не доходят до мыши от этого до модели нужно тоже глубже опустить так ну вроде все попало так вот можно косточки таким вот образом по уменьшать так вот 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 так что у нас с этими костями вроде доходят так вот это вот еще косточку можно глубже посадить и вот эту косточку тоже так ну что то в таком духе смотрим как попала вот эта кость такие можно наверное чуть-чуть сделать побольше так а вот эти косточки если по выбирать то можно их чуть-чуть уменьшить так тройка на нампаде так так ну вроде нормально теперь верхние вот эти косточки вот эти вот можно привязать еще такой же косточки так это значит тройка на нампаде давайте вот эту shift d продублируем и подставим ее вот сюда и сразу shift d еще одну косточку поставим на брови так вот эти косточки мы выбираем вот эту вот эту так единицам нампаде делаем shift d перетягиваем на брови сейчас мы тут тоже установим g чуть-чуть перетащим так вот здесь уже не видно на волос убрать 7 на нампаде делаем r делаем g и все это дело устанавливаем вот сюда где-то поближе к бровям тут возможно и не надо столько много костей на брови ну подстрахуемся пока так теперь выбираем косточки бровей и вяжем кости бровной control p keep offset и выбираем теперь вот эти косточки которые будут вот это верхняя как называется часть тоже двигать так это вяжем к этой кости control p keep offset ну вроде все с глазом за исключением что еще нужно кости поставить так сейчас посмотрим где единицам нампаде делаем shift d и подставим косточки где-то вот сюда так есть такое дело опять понадобится нам кость вот здесь уже будет плоховато много костей будет которые будут держать вот это все дела еще также можно вывести косточки вперед чтобы перед лицом их двигать не сзади здесь а перед лицом так это значит shift d опускаем ниже и к этой кости вяжем вот эти косточки control p keep offset так есть такое дело и давайте копируем чтобы много их опять же долго не вставлять вставлять верхние вот эти косточки бровей единицы нампаде shift d и подставим их на губы сделаем с растянем их подкорректируем боковые именно вот с этими частями часть сгиба так это вот сюда g мы копируем наверно вот это так сначала выберем их тройками нампаде и и попробуем еще как-то тут подгадать а ну-ка и вот эти косточки здесь на губе нормально установить а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот эти все губы надо опять на косточку завязать. Shift D вот на эту. Копируем теперь пару костей. Делаем Shift D, вниз опускаем, R можно немножко перекрутить и еще немножко вниз опустить. Так, теперь нужно их тут подстроить, подгадать тоже. R чуть-чуть перекручиваем и выгадываем вот сюда, наверное. Вот так повыше. Продолжение следует... И выставлять, наверное, косточки нужно по нижней вот этой кромке губы, чтобы когда губа будет закрываться, чтобы рисунок губы не портился, наверное. Чтобы губы были похожи на губы. Так. И еще одну косточку. И еще одну косточку Shift D вот сюда, наверное. Вот так. Тогда вот эти губы верхние тоже нужно выставлять по верхней кромке. вот этой вот. Вот. Так. Вот тут вот так. Вот так. вот таким вот образом стоять где-то перекручен и чтобы у нее был центр именно глотка где есть такое дело эту косточку shift d мы тоже копируем и перекручиваем вот так вот подставляем ее тоже как бы к центру чтобы они рядом были g эту чуть чуть пониже и вот на нее завязываем теперь вот эти все косточки ctrl п keep of set это будет рот копируем вот эту косточку shift d подставляем на низ делаем ей с это будет челюсть так вот и завязываем кость на головную control п так она и так привязан потому что это кость которую мы скопировали уже была привязана так что еще можно сделать вот к этим же костям мы привяжем зубы так на нос еще нужно поставить пару косточек так тройка на нампаде делаем shift d любую кость делаем ей чуть-чуть s g и подставляем вот на эту часть так теперь семерка на нампаде подводим к носу поближе так 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 давайте еще с чуть побольше сделаем вот так вот ну вроде бы все нормально на уши я пока не буду вставить сначала нужно с лицом разобраться так что еще где могут понадобиться косточки по идее между глаз должно здесь еще две быть давайте shift d какой нибудь скопируем единица на нампаде и поставим ее между глаз где-то тут на и так единица на нампаде вроде бы все установлено нам нужно те скопировать только глаза вот эти без головной кости так мы вот этого тоже вроде все скопировано shift d щелчок x мир правой кнопкой мыши делаем и копируем все это на другую сторону вот так вот и вот он вылез косяк вот эту косточку g подальше и это сюда тоже и и эту косточку чуть чуть подальше и соседнюю подкорректировать так как на носу кости стоят здесь стоят рот подключен заходим в object mode единица на нампаде здесь хорошо бы еще добавить добавить вот сюда на косточке сейчас edit mode выбираем вот эту кость вот эту кость и вот эту кость единица на нампаде shift d копируем их вниз и подставляем так вот где скулы нос будет подниматься губы подниматься и вот эти части тоже должны будут приподняться тройка на нампаде выводим их вперед ну вот такая штука значит да ну давайте пробовать заходим в object mode выбираем персонажа объединяем давайте его с волосами или давайте сначала ну давайте да объединим control j выбираем перса выбираем кости и делаем control p with automatic widget так все привязалось теперь что еще я забыл вывести косточку из глаза одного так выбираем кости находим edit mode ну вот это вот кость которая ближе к глазу стоит давайте ее тоже которая будет отвечать за глаз мы ее shift d выводим сюда вперед делаем так alt p alt p clear parent и настроим потом ориентир копировать движение на глазную вот эту кость так единица на нампаде делаем shift d щелчок и уводим на эту сторону вот так вот так опять заходим в object mode и перевязываем кости ctrl p with automatic widget выбираем косточки и заходим а вот у меня еще брови не привязаны брови тоже привязываем ctrl j выбираем теперь кости так персонаж кости опять же ctrl p with automatic widget потому что брови были прикреплены к персонажу ну а теперь кости и погнали в object mode фу, пардонте в post mode стройка на нампаде вот теперь тут надо менять настройки чтобы потом не путаться так если мы сейчас выберем голову вот у нас остались так к чему у нас привязались эти косточки ctrl z ну ctrl z отсюда. И одна косточка. Понятно. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Две кости не привязаны. Заходим в Edit Mode и привязываем, значит, вот эту косточку и вот эту косточку. В голове. Ctrl-P, Keep Offset. И с этой стороны такая же песня. Вот эта кость и вот эта кость. Тоже в голове. Ctrl-P, Keep Offset. Object Mode. Тройка на нампаде. Выбираем персонажа. Опять же кости. Ctrl-P, With Automatic Widget. Перевязываем. Выбираем зубы. Выбираем кости и заходим в Post Mode. Выбираем косточку верхнюю, которая будет отвечать за вот эти зубы и жмем Ctrl-P, Bon. Назначили. Заходим теперь в Object Mode. Выбираем нижние зубы. Тройка на нампаде. Через Shift выбираем кости и заходим в Post Mode. Выбираем вот эту косточку нижнюю и жмем Ctrl-P, Bon. Так, тут вот еще в чем проблема, что нужно... Да. Нужно вот эту кость нижнюю будет привязать вот к челюстной кости. Почему? Потому что если сейчас мы будем двигать вот эту косточку, видите? А зубы будут стоять на месте. Ctrl-Z. Заходим теперь, значит, в Edit Mode. Выбираем вот эту косточку и вот эту. Ctrl-P, Keep Offset. Смотрим посмотрим, как все это дело решилось. Алло. Так. Зубы привязаны. Теперь давайте глазами займемся. Выбираем глаза. Делаем Shift-D, дубликат. Заходим в Edit Mode. Ставим рентген и один глаз долой. Delete Vertex. Заходим в Object Mode. Выбираем теперь эти глаза. Edit Mode. Теперь левый глаз долой. Вертиксы. Object Mode. Выбираем нормальную видимость. Выбираем глаз один. Выбираем кости. Заходим в Post Mode. И привязываем вот этот глаз вот к этой косточке, которая у нас глазная. Так, центральная вот эта вот. Делаем Ctrl-P. Бомб. Заходим в Object Mode и повторяем то же самое теперь с этим глазом. Выбираем глаз, кости. Ферешифт. Заходим в Post Mode и выбираем теперь вот эту центральную косточку. Тут главное теперь не перепутать. Вот эту. Ctrl-P. Бомб. Ну, вроде все настроено. Object Mode. Кости. Тройка на нампаде. Заходим в Post Mode и пробуем кости вертеть. Головная R. Вот вы видите, что все нормально гнется. Так, теперь что еще. Тройка на нампаде. Проверяем, как будет работать веки. Выбираем одну косточку и попробуем ее покрутить. Вот. Глаз закрывается, но немножко нужно косточки подкорректировать будет. Так, тройка на нампаде. Центральная кость стоит. Вы видите, что появился зазор вот этот. Ctrl-Z. Ну, давайте для эксперимента попробуем Edit Mode и вот эти кости перевязать тоже на косточку верхнего века. Так, через Shift мы их выбрали. И вот эта кость тоже через Shift. Ctrl-P. Keep Offset. Перевязываем. Заходим в Post Mode. Выбираем косточку века верхнего. Тройка на нампаде. И делаем R. Так. Ну вот, глаз моргает. Так, R открывается, закрывается. Все нормально. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Зайдем в Edit Mode и то же самое сделаем с этими глазами. Вот эту косточку и вот эту косточку. К верхнему веку привяжем. Ctrl-P. Keep Offset. Тройка на нампаде. Смотрим теперь, как поведут себя кости именно бровь. Вот это. Так, видите, двигается и прическа. Ctrl-Z. Вот это нехорошо. Нужно или поставить здесь вверху кость ограничитель. Или просто отделить волосы. Object Mode. Выбираем волосы персонажа. Edit Mode. Вот. Выбираем. Вот так вот. Полигоны. L. Английское. И P. Английское. Selection. Выбираем этот теперь. L. P. Selection. Пусто волос состоит у меня тут из многих частей. Clipikk. ende. Последний. Последний,... … размер. Так. Верность у тебя есть вот. Причем следfanать раз. Над multiply. Еслиlan. Раз встреч be. Пусть их смы. Добрый. Раз. Так, что тут еще у меня есть? Заходим в Object Mode и теперь вот этот волос весь нужно объединить, Ctrl-J, еще одна часть осталась, Ctrl-Z, или давайте лучше Delete его, этот тоже Delete и этот тоже Delete. Файл Import и закинем сюда новый волос, ну в смысле тот волос, который собран уже. Отлично. 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 И привяжем его просто вот к этой голове. ctrl пи бомб выбираем косточки и заходим в пост мод тройка на нампаде проверяем теперь р прическа нормальная ctrl z обязательно возвращайтесь потому что персонаж уже изменил именно позу так и здесь у нас получается что нужна все равно кость ограничитель ctrl z заходим в edit mode выбираем какую нибудь кость shift d делаем ей с семерка на нампаде и можно r как бы ее перекрутить что ли так тройка на нампаде g вот сюда к уровню волоса поставим семерка на нампаде на нампаде делаем shift d mirror x global правой кнопкой мыши и на эту сторону тоже подставим единицам на нампаде единицам на нампаде r ну и эту тоже r чуть-чуть перекрутить можно так так теперь у нас вот эти косточки носа должны быть привязаны головной кости ctrl p keep off set чтобы брови их за собой не тянули тройка на нампаде заходим в object mode и перевязываем полностью вот это все дело ctrl p with automatic widget заходим в post mode проверяем r опять же голова крутится все нормально ctrl z и веки в смысле брови о брови стали тоже нормально работать за собой голову теперь не тянут ctrl z проверяем теперь рот r закрываем и вот эту тоже закрываем все рот закрыт и ctrl z ctrl z поднастроим теперь глаза выбираем вот эту косточку и косточку глаза центральную здесь где веки нажимаем нажимаем ctrl shift c и жмем track to слежение находим constrain и поднастроим и поднастроим так не хочет она за ним следить так так и так проверяем ну еще под настроем значит поставим local space может быть это поможет так local space local space проверяем g так с боковым вот этим чуть-чуть проблемы ну можно глаза чуть-чуть уменьшить наверно или ограничитель поставить поворот в эту сторону control z так ну и этот глаз тоже также под настроем выбираем вот эту косточку и косточку глаза теперь с этой стороны вот это вот control shift c сочетание клавишек трек ту ставим local space local space yz и уменьшаем ее инфузию это так единицы нам поди смотрим что все получилось g глаз двигается но как-то не так так единицам он поди control z edit mode и вот эти косточки нужно привязать голове или давайте еще так вот сделаем тройка на нампаде семерка на нампаде добавим еще одну кость shift d вот сюда по центру и поставим тройка на нампаде развернем ее r g и к ней привяжем вот эти две косточки control пики пол сет а вот эту центральную кость привяжем голове control пики пол сет обжигают обжигнут обжигнут опять перевяжем кости control пик у это автоматик виджет пушка кость одна была добавлена и перевязаны теперь нужно и кости привязывать по новой так выбираем косточки заходим в пол смотр ну и смотрим как тут будет дело обстоять и 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 настрою все всем пока до свидания